От одной до шести тысяч рублей требуется российских бюджетников и военнослужащих ежемесячно перечислять на нужды армии. Больше всего таких случаев зафиксировано в Сибири и на Дальнем Востоке. На российском Новоязи это называют добровольными взносами. Есть случаи в Иркутской области, где ввели сбор из бюджетников на поддержку войны. В частности, вот одна из педагог школы в Усолье-Сибирском, это такой город небольшой, прислала бланк, сфотографировала и прислала, в котором сообщалось, что вот перечисляйте свою зарплату на поддержку военных, воюющих в Украине. Также есть случаи из Мамско-Чуйского района, это тоже Иркутской области, где мэр Алексей Морозов предлагал учителям отдавать двухдневную зарплату на поддержку военнослужащих. В Забайкальском поселке Приоргунск всех военнослужащих обязали отдавать с каждой зарплаты по 2-3 тысячи рублей на так называемые нужды СВО. Тем, кто отказывается, угрожают увольнением или отправкой на передовую. Работать на ТЭЦ или служить по контракту в местном пограничном отряде – вот и все варианты работы для жителей Приоргунска. В середине прошлого года их обязали помогать тем, кто, в отличие от вас, уехал на СВО. В среднем на войну каждый переводит 5% от заработка. Сначала начальство даже хвасталось, что за первый же месяц собрало под 4 миллиона рублей. Рассказывали, что закупили дроны, теперь молчат. И про суммы, и про покупки. Алексей, житель поселка Приоргунск, в интервью «Сибирь. Реалии». В Хабаровске на поборы жалуются работники муниципальных предприятий, коммунальщики и медики. Такие же случаи зафиксированы и в Якутии, рассказали работники добывающего предприятия СГТ «Восток». Казалось бы, частная контора, какое ей дело до СВО, но нет. Объявили нам в конце апреля, мол, ребята, будем высчитывать из зарплаты по 1000 рублей с каждой вахты. Говорят, типа, отнеситесь к этому, как к еще одному налогу. НДФЛ с вас берут, вот теперь будет налог на СВО. Мало того, что мне эта война никуда не уперлась, так еще и деньги плати за нее. Сколько на нас сама компания нажилась, не сосчитать. Бато – работник предприятия в интервью «Сибирь. Реалии». Российский социолог и демограф Алексей Ракша назвал первую десятку регионов федерации с наибольшей долей погибших в 2022 году мужчин в возрасте от 19 до 49 лет. В самом верху списка – Тыва, Бурятия, Республика Алтай, Магаданская область, Забайкальский край. Посмотрите на карту. Опять вернемся к тому, где располагаются эти регионы. Эти регионы располагаются за Уралом. Это те территории, которые для Москвы, для так называемого федерального центра, для российской нынешней диктатуры, являются просто ресурсом для пополнения людских запасов на войне именно как пушечного мяса или, допустим, каких-то обогащений и так далее. То есть это такие регионы, где они берут свободно людей и делают с ними все, что хотят. Военным из этих регионов даже не платят за то, что они участвуют в войне против Украины. Военные из Забайкалья рассказали, что им за полгода не заплатили ни копейки. Им глубоко наплевать. Ну, подумаешь, не получил там кто-то какие-то деньги. Потому что в их понимании это не люди. Для них это не люди. Для них это расходный материал. И поскольку для них это расходный материал, они с ним делают все, что хотят. Они могут им не платить денег. Они могут их посылать там, я не знаю, живыми на разминирование или еще что-то делать. То есть для российской диктатуры, для сегодняшней российской власти люди, особенно в отдаленных регионах, это ничто. Это, ну, для них получается, это даже хуже животных. Добровольно-принудительные поборы российские власти практикуют не только среди бюджетников. В России с декабря 2022 года по 19 апреля 2023 года с бизнеса собрали 20 миллиардов рублей по статье «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций». Юлия Биль для телеканала Фритом.